Ну что, пришла экспертиза по тесаку, там даже еще лучше, если можно так сказать, что я думал. Что в целом? В целом мне все нравится, подтверждается все, что мы говорили ранее. Это точно не суицид. Там для того, чтобы изобразить суицид, исполняли полную дичь. Уровень интеллекта и умений палачей, которые имитировали суицид, а потом пытались его сокрыть, это не просто профессиональные, а убогие до уровня черной комедии. Что там? Говоря простым языком, я экспертизу приложу, то есть каждый сможет ее прочесть, но там таким языком, что обычный человек не сможет прочесть, поэтому я там сделаю в нескольких вариантах. А. Нарежу особо интересные фрагменты, потому что понимаю, что большинство тех, кто будет читать или меня смотреть, у них уровень фокуса внимания 5 минут, поэтому постараюсь в 5 минут все и вложить. Ну, то, что там дают уровень экспертизы, это невозможно, чтобы так можно было вскрыться и повеситься. Это равносильно, если бы его уронили с высоты и еще для верности положили в руку пистолет. Тут чистая утилизация неугодного, это казнь, придушили до потери сознания, затем для верности вскрыли вены, а потом начали думать, а что с этим делать. Начали скрывать следы на шее. Я никогда раньше не интересовался и знал, а теперь я знаю, что оказывается, да, берется маленький кусочек, фрагмент кожи шеи, согласно документам нормативным, как эта экспертиза проводится, она была бы полсантиметра шириной и два сантиметра длиной. И все. Зачем нужно было просто вырезать всю шею, якобы для экспертизы, это не согласно, блядь, тому, как должны производиться экспертизы. То есть, получается, эксперт, который это проводил, наверное, следующее объяснение официального следака будет, который сейчас официальную экспертизу предоставит о том, что это... Ну, может быть, эксперт взял себе этот кусок шеи на память, может, он был большим фанатом, но самоубийство по-прежнему будет утверждать, что это не было убийством. Эксперт также подтвердил, что да, есть след от воздействия электрошокера на плече, я не очень знаком с российским законодательством в этом плане, но мне кажется, что в перечень применяемых в пенсиарной системе средств электрошокер точно не входит. Ну, может быть, скажем, что он бросался, и это была самозащита, и он просто с дома этот принес там какой-то вердухай и просто ткнул в тисака. Ну, и все. От российской судебной системы можно ждать любого утверждения, в этом ничего будет странного. Вот. Ну, в общем, эксперт со всеми своими знаниями и дипломами подтвердил то, о чем я говорил ранее, о том, что это убийство чистой воды. Там есть моменты, которые вообще экспертам прямо утверждаются, о том, что он не мог себе эти раны нанести со словом «никак». Ну, так же подтвердилась моя версия по рукам. О том, что, скорее всего, Максу вводили какие-то наркотические либо препараты вот эти, которые там для дознавания используются, и чтобы удалить их, вырезали просто вены. И ушили оставшиеся ткани, как это была ситуация с шеей. В общем, сейчас я выложу с текстом краткую версию, и тут же я выложу полную версию, у кого есть желание 24 страницы читать, рассматривать. То есть, можете взять, почитать, там много интересного. Продолжение следует...